ну что друзья всем добрый день наконец-то мы пришли на пляж города аликанте пляж постигет сегодня у нас 5 сентября по-прежнему время уже около 12 но сегодня не жарко и поэтому ну тепло конечно да но мы даже без зонтика под пальмой нашли себе место и решили провести побольше времени на пляже температура где-то 20 30 на есть час да на солнце думаю точно но такой палящий прям жары нет и хотел немножко показать если меня с камеры не прогонят отдыхающие хотел вам показать немножечко наш пляж и его загрузку поэтому чтобы вы увидели нашу атмосферу на пляже я надеюсь что пока сезон продолжается я с камерой смотреть нормально русский кстати сегодня мало как-то на пляже смотрю вот судя по разговорам где так обычно обычно ну да потому что обычно наши люди как находят с утра чтобы там не обгореть наверно да как и мы тоже стараемся вот но сейчас уже где-то около 12 может 12 есть и соответственно соответственно как бы больше испанцев европейцев они менее такие как бы рассказать в части всяких например страхов перед солнцем они любят загорать топ-лес нашли и девушки и девушки конечно вот а вот европейцы особенно северные европейцы они прям любят топ-лес вообще уже там все красное проси господи и потом главное я общался тоже с испанцами я говорю они вот тут такой значит ну надо быть аккуратным нужно мазаться кремом я буду так вы же загораете очень часто пускать без всего это же ну не полезно в плане солнца они пида не знали то есть некоторые спанцы думают что что солнце оно такое ну я по то что в плане всяких моментов достижения влияния солнца на кожу вот у нас россии как бы считается что нужно оберегать да особенно вот женщинам свои как бы участки кожи особенно подвержены как бы ладно за умная речь пошла в общем я хотел вам показать море пляж вот я стою водички не забудь видно нет естественно не пойду дальше чтобы не намочить свой стабилизатор и телефон вот новым ведь какая чистая водичка сегодня прям шикарная вот а пошел начал говорить в принципе про северных европейцев потому что вы нашли место и легли и как бы мы его заняли да то есть ну просто положили полотенцем и там и режим например да вот и раз подходит какая-то пара мама с дочкой такие взрослые люди и прям рядом ложат ну рядом прям ложатся и я еще думаю ну как бы социальная дистанция там коронавирус думаю науки на англичане наверно обычно англичане такие менее у них меньше границ каких-то да вот на отдыхе а потом они заговорили я так вам что за что ли швеция то ли что такое язык такой смесь немецкого какого-то голландского такое что вот а потом подошел еще человек из марокко они симпат полжирский полжирский по-французски поговорили то есть я подумал что французы думаю ну наверно французы могут так делать нет оказывается что вот жители северной европы тоже вот так ну я думаю что солнце атмосфера такая поэтому крышу немножко сносят у людей это нормально просто я не ожидал что как бы из северной европы я прям чуть ли тебе не на голову еще сели ну ладно не пришлось немножко отодвинуть полотенце вот так что такие вот у нас здесь бывают приключения не приключения просто я поэтому и стал опять думать на туристов про те кто что приезжает живут и как это этот эпизод не навеял мне такое размышление вот как вы видите песочек чистенький вот и для детей там что-то тоже есть какие-то ибо катамаран и как то так ну и количество людей тоже вы можете оценить принципе это еще опять же не самый пик это нет наверное все таки это говорит о том что пошло снижение туристов потому что если это сентябрь многие поехали в школу даже европейцы пусть на дети там не все это работа вот я думаю что в принципе да наверное может быть что это уже как бы пик для сентября наверное может быть часа в два еще будет побольше народу но чуть-чуть то есть целом вот такая вот загрузка она наверное будет сейчас всю осень наверное до третьей недели сентября наверно так сказал ну посмотрите в принципе вы как раз будет быть возможность смотреть потому что я буду стараться показывать вот как раз вы сможете видеть насколько весь сезон спадает и потихонечку зимой здесь будет конечно пустой пляж только некоторые люди будут гулять сидеть на стульчиках дышать воздухом вот так но я думаю что воду в принципе вы видели какая чистенькая вода видно что пляж недавно убирали очевидно сегодня и точнее ну сегодня ночью вчера очень чистенькая такая водичка очень теплая выходить не хочется и мы собственно решили вот как бы целый день не целый день но там несколько часов сегодня обычно мы так часик быстренько и выходим сегодня как прям настроение более выходной день настроение покупаться побольше получить удовольствие и вот опять же вопрос о городе аликанто до выборе на пусть и место где поселиться если кого интересует эта тема вот ну получается что опять же вот моем как бы рейтинге до городов испании прибрежно ну как бы нет идеальное место вот почему потому что допустим барселона но есть большими аспектами мы берем барселон это дорого да там пляж небольшой тоже как бы но такой большой город мы сюда и ну там не потолкнешься плюс нам ворот это все это тема что не расслабишься говорят допустим южнее аликанто там мало года мордей а рее там получается дорого все тоже море там холоднее потому что типа там с океана заходит течение вот с гибралтара вот туда с атлантического океана а цены выше как вы считаете какой-то там павчисное место какие-то актеры там живут потому что еще майорка но это остров да то есть как бы со всем вытекающим вот там тепло тоже хорошо да может быть так жарко как здесь немножко по холоднее ну там остров университет он там есть да там есть но тем не менее это остров цены по моему там тоже достаточно недешевый остров майорка а вот что еще таревьеха но это на любителя потому что все таки как бы ну совсем такой простенький как бы городок скучновато немножко но цены там да тоже там неплохие принципе вот вымирает он больше на зиму что еще всякие бенидорма это чисто пляж да очень классный пляж все постоянно жизни там не очень как бы понравится как отельная зона что еще валенсия очень большой город цены выше пляж хуже как бы там до пляж мальвороса большой как бы но он считается это похуже там рядом порт большой тоже такой более активный чем аликанто вот и получается ну что еще ну и всякие стили вела хайос и всякие велькампея то есть там сам хуан да там тоже хорошо но в принципе это относится как бы уже к аликанто можно сказать вот сагун то есть еще но там его затопило вот в этом году то есть но как то так давайте продолжим следующем видео буду делиться своими мыслями прямо с пляжа